Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапа. Регион. В студии Ирина Меркурьева. И сегодня в выпуске. Как решают на курорте проблему водоснабжения? Счастливые новоселы, дети-сироты получают жилье по программе. Увеличить запасы в резервуарах чистой воды в Верхнем Джимите, чтобы снять проблему водоснабжения города. Решение найдено. Дефицит Анапский водоканал восполнит, подключившись к частному водоводу. В районе Хутора Воскресенске идут жизненно важные для города работы. Бригада водоканала соединяет частный водовод с муниципальными сетями водоснабжения. Сегодня к ночи резервуары чистой воды в Верхнем Джимите наконец будут наполнены до краёв. Подключение производим к водоводу диаметром 560 мм, так сказать, от наших соседей, к нашему подающему водоводу на город, чтобы увеличить подачу воды. Была оказана большая помощь администрации в переговорах с собственником водопровода. Это в первую очередь. А дальше уже это технические моменты, которые тут мы улаживаем. Городские власти сели за стол переговоров с инвестором, развивающим в Анапе инженерную инфраструктуру. На договорных условиях, но по ценам существенно ниже рыночных, компания «Краснодар Теплосети» восполнит дефицит воды в резервуарах. Город получит дополнительно 7 тысяч кубометров воды в сутки. Заместитель главы Анапы Владимир Забураев подгоняет. Запустить объект нужно как можно быстрее. Строительно-монтажные работы идут сутки. И в ночное время, рассказывает исполняющий обязанности руководитель водоканала Ярослав Царевский. Важно сделать все качественно, чтобы не допустить сбоев в работе объекта. Это вода артезианская, в нашей лаборатории мы ее проверили. Она стандартная вода для водоснабжения питьевого. То есть полностью 100% вода подходит к нормам водопотребления. На объекте установят задвижку и прибор учета потребленной воды. Рассчитываться водоканал будет по факту. Сколько потребили, за то и заплатили. Но речь не о предстоящих расходах. Главное, говорят сотрудники предприятия, чтобы в домах анапчан постоянно была вода. И приносят извинения за причиненные жителям и гостям курорта неудобства. Чужих детей не бывает. Это целевая кубанская программа, в ходе которой особая категория детей, оставшаяся без попечения родителей, получает бесплатное жилье. В очередной раз вручили юным новоселам ключи от квартир, которые откроют страницы их новой жизни. Для тех, кто из детских домов выходит во взрослую самостоятельную жизнь, муниципалитет приобретает квартиры. В 2013 году их было приобретено 19. 10 квартир в начале прошлого года, и вот еще 8 ребят получили ключи от новеньких квартир. Первый заместитель главы города Светлана Яровая на вручение ключей очередным новоселам разделила радость ребят. Мы все вместе вручаем 8 ключей от совершенно новых квартир, в хорошем месте, рядом море. И сегодня у нас солнечный день, праздничный. Я хочу поздравить молодых людей с приобретением собственного жилья, собственной крыши над головой. Поздравить, передать поздравления и наилучшие поджелания от главы города Сергеева Сергея Павловича. Которые вы сегодня получите от квартиры, пусть они будут ключами от нового этапа вашей жизни. От имени главы города Светлана Владимировна поблагодарила и администрацию края, и строителей. Перерезается ленточка. Она и сейчас еще воспринимается как символ волшебства. Юрий Акопян, строивший это жилье, с удовольствием показал квартиры гостям и участникам праздничного события. Ребята и не мечтали о такой красоте. Многие еще не верят в получение дорогого подарка. Павел Кудряшов поделился радостью произошедшего в его жизни события и тем, как отметит новоселье. Кошку сюда включил. И кошку? Конечно. В первую. Жилье – это на самом деле мечта каждого человека. Это как фундамент новой жизни. В любое время ты сможешь привезти, вернее не привезти, а прийти домой, где тебя будут ждать. В первую очередь хочу поблагодарить строителей за построенные эти квартиры, руководство города Анапы, руководство Краснодарского края за подаренный нам сегодня этот праздник. Ну и за долгожданные квартиры. Спасибо всем. Взрослые напоминают Павлу – не забудь закрыть квартиру на ключ. Он делает это с гордостью. Недостаток финансовых средств – основная проблема развития малого и среднего бизнеса. Об условиях кредитования и формах государственной поддержки говорили на Совете по предпринимательству при главе города-курорта. Развитие малого и среднего бизнеса – гарантия устойчивой экономической ситуации и социальной стабильности на территории. Глава Анапы Сергей Сергеев подчеркнул – поддержка предпринимателей, задачу которой местные власти ставят руководители региона Вениамин Кондратьев. В субботу он был у нас на территории и, в принципе, день общения – это обсуждение проблем, как организовать производство, сбыт, реализацию кубанских продуктов, в том числе и на территории города-курорта Анапы. У нас очень мощный сбытовой рынок, особенно в курортный сезон. Альтернатива крупным сетевым магазинам в нашем городе – муниципальные сельскохозяйственные рынки. Привлекать к торговле производителей продукции, а не отдавать места перекупщикам – вот требования главы курорта. Меньше посредников и цены будут ниже. Важная информация прозвучала от представителей банков и краевых некоммерческих организаций, призванных помочь в становлении бизнеса. О гарантийном фонде поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства рассказала Светлана Боровко. Насколько я знаю, город-курорт Анапа не работает с вашим фондом, да? Совершенно. За пять лет существования гарантийного фонда в Анапе выдано четыре поручительства. Из них три было в 2010 году и одна в 2012. То есть последние три года… Исполнил, да? Да. Исполнил. Последние три года Анапа не работает. Нет. Ну вот я бы хотел услышать, в чем причина и какие вы сегодня… какой продукт вы предлагаете. Начинающим предпринимателям оказывают консультативную и материальную помощь. Если не хватает средств на банковский залог, гарантийный фонд берет на себя поручительство за заемщика. Похожую деятельность осуществляет фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края. Свыше полумиллиарда рублей на кредитование бизнеса. И условия щадящие. Весомая сумма кредита под относительно невысокие проценты. Подробную информацию можно получить на инвестиционном портале «Инвестанапа» и в управлении экономики инвестиций по телефону 52916. Фотографии с животными, неистребимая страсть отдыхающих. С хозяевами обезьянок и змей ведут регулярную борьбу рейдовые бригады. Ведь такие фото нередко заканчиваются печально. Укусы животных могут служить источником инфицирования человека самыми разными заболеваниями, в том числе и ВИЧ. Специальная рейдовая группа с представителями различных структур и ветеринарами выходит на проверку так называемых любителей животных. Арендованное место должно находиться в чистоте. Условия по договору аренды на муниципальной земле не соблюдены. Почему животные находятся на солнцепёке – главное оправдание предпринимателей – животных уводят в обеденные часы. Кормят, поят, дают отдохнуть. Мы специально пришли и в обеденное время. Ни одного животного никто не уносил. Они всё так же трудились на своих местах без воды, еды и отдыха. В акте осмотреть территорию указывается конкретное нарушение. Даётся срок устранения нарушений. Выговариваемый срок также комиссионно проводится проверка устранения этих недостатков. Если в ближайшее время нарушения не будут устранены, административные штрафы и внимание Роспотребнадзора обеспечено. Внешний вид животного говорит сам за себя. Когда он, например, если животное больное, оно же совсем другое. Выглядит какой. Ну ладно. Чем он плохой? На вопрос, чем он плохой, есть только один ответ. Животное, находящееся на жаре целый день, без еды и питья, отреагировать может на человека непредсказуемой агрессии. Факт укуса обезьяны – женщины в районе речки Анапки свершившейся. Да и такая эксплуатация животного – факт незаконный и бесчеловечный. До начала августа остаются считанные дни, а значит, для борьбы с цикадой, злостным вредителем всех зеленых насаждений, времени все меньше. Специалисты Россельхозцентра советуют немедленно браться за опрыскиватель и уничтожать цикаду. Цикада – небольшое насекомое, которое серьезно вредит растениям. Причем без разбора. В ее арсенале от 250 до 350 видов растений. Личинки появляются в конце апреля-начале мая и растут до начала августа. Липкие выделения насекомого становятся причиной появления на растении сажистого гриба. Надо работать все в начальной стадии, когда она развивается. А когда она уже прыгает и перелетает с места на место, это уже практически с ней бороться бесполезно. Вот она отродилась, есть у нее первый, второй возраст, третий, четвертый, когда она превращается уже в взрослые насекомые. И когда она летает, вы только подходите с опрыскивателями, начинаете прыскать, и она просто перепуркнула на другое дерево, и все. Для них хорошие смесевые препараты – это перитроиды с фосфорорганиками. Но те, которые разрешены согласно списку, разрешены к применению, как говорится, в городской черте и в личном подсобном хозяйстве. Специалисты Ростельхозцентра готовы проконсультировать анапчан и жителей сельских округов по борьбе с цикадой. Предусмотрительные родители готовят к школе своих ребятишек заблаговременно. Школьная форма перестала быть унылой и однообразной. Сегодня это красиво, удобно и выгодно. Школьная форма от Вячеслава Зайцева – это не роскошь. Это повседневный выбор маленьких анапчан, их родителей и даже гостей курорта. Согласно закону, в городе-курорте утвержден единый стиль школьной формы. Белых и пастельных тонов блузки и рубашки, серый жакет или жилет, серая юбка или сарафан для девочек с бордово-белой клеткой. Елена Тарасова, мать троих детей и руководитель торгового дома «Модная школа» знают, как эффектно и недорого одеть маленьких и больших школьников. Мы стараемся сделать так, чтобы она стала модной для детей и желаемой. Мы хотим сделать так, чтобы дети любили носить деловой стиль. Что немаловажно для детей, это чтобы одежда была не только красивая, но и удобная. Мы отбираем поставщиков, которые могут предоставить нам очень высокого качества сырье. Это материалы, из которых изготавливается школьная форма. И, конечно, чтобы прежде всего для родителей она была доступна. Посетители магазина «Модная школа» удивляются качеству и цене. Еще бы! Неповторимые модели, европейский стиль и настоящий шик модной классики. Причем с клиентами здесь обращаются как с друзьями. Поэтому хочется вернуться. Мы гуляли по Анапе и случайно увидели надпись «Школьная форма». Зашли, посмотрели, понравилось. Здесь очень много, большой выбор, причем разного цвета. Мы так северному городу покупали в черном варианте, а здесь посмотрели очень все в спокойном сером, таком классическом виде. И, в общем-то, мы себе выбрали здесь форму. Девочки подобрали все. Причем глазомер великолепный. Сразу видят размер. То есть много перемиривать вещей не приходится. Классика может быть модной и красивой. Дополнить школьную форму всегда можно яркими аксессуарами. Брошами, галстуками, ободками и заколками. Все изделия ручной работы. И молодежные тренды создателей повседневной школьной одежды учли. Молодежь у нас не очень любит классический стиль, потому что он не позволяет им быть модными и стильными. В нашем магазине любой ребенок и даже подросток с высокими требованиями может найти одежду для себя, потому что даже брючки будут заужены, но классической формы. И рубашки. Очень важно для подростков сейчас молодежная тенденция такова, что рубашки у нас подростки любят только зауженные, приталенные, хорошо сидящие по фигуре. Кстати, не только дети могут подобрать себе наряд. В магазине представлен широкий выбор классической одежды для педагогов. Бордовая белая клетка на строгого кроя, юбки преподавателя в тон ученикам – высший шик. Мы стараемся сделать так, чтобы у каждого ребенка, у каждой семьи была возможность пустить в свой дом большую моду. В модной школе можно сделать ребенка красивым и счастливым. Завершит выпуск прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы». В пятницу 24 июля в Анапе ясно, без осадков. Температура воздуха днем 27-32 градуса со знаком «плюс». Ночью до 29 градусов тепла. Ветер северо-восточный 3-6 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 24 градуса. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Партнер программы новости Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Чистый воздух и близость к песчаным пляжам – вот главное достоинство Кавказа. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Продолжение следует...